Всем профита, ребята! С вами Кирилл Эванс. Тематика NFT у нас очень быстро растет. Итак, наш любимый проект Superfarm выпускает Genesis Serious NFT. Итак, что это такое? Superfarm Crosschain, децентрализированный финансовый протокол DeFi, объявил о подробностях запуска Genesis Serious, первых незаменимых токенов NFT на базе данной платформы. Итак, давайте с вами сегодня это изучать. Пятидневный период для фазы 1 будет выпускать новые символы каждый день. Эти персонажи установлены в вымышленной антиутопической будущей вселенной с тематикой киберпанка. И у нас эта вселенная очень похожа на вселенную EleoTrades протокола. Теперь давайте изучать, что это такое. Эти NFT классифицируются как легендарные, эпические, редкие, необычные и самые простые, распространенные. Причем каждый уровень предоставляет определенный процент шансов получить доступ к приоритетной очереди, где будущие NFT лаунчпэд сбрасываются как предназначение для держателей токенов SuperFarm. Держатели легендарного NFT имеют шанс 90%, если у них он легендарный, в то время как Epic имеют процент шанса 50%. Для редких, необычных и обычных коэффициенты масштабируются соответственно на уровне 30, 20 и 10. Очень прикольная геймификация, я думаю все понимают, что это такое, да. Просто чем редкостнее у вас будет эта карточка, тем больше у вас будет приоритет в очереди. Это в принципе банальная и простая система для отбора участников. NFT серии Genesis SuperFarm являются нативными для платформы и имеют сельскохозяйственный мультипликатор. Кошельки, содержащие эти NFT, автоматически отслеживаются и помечаются, чтобы извлечь выгоду из мультипликаторов для их вознаграждения. Сельскохозяйственные стимулы варьируются от 40, 25, 15, 10 и 5% согласно 5 уровням. То есть вознаграждение будет, если у вас он мега рейр, да, вы получаете 40%. Если у вас он обычный, вы получаете 5% соответственно. Вот такая система градации. NFT серии Genesis, выпущенные на каждом этапе, также представляют держателям супер токены, которые могут быть востребованы через месяц после продажи. А продажи продлеваются на 6 месяцев после этого по линейному графику блок за блоком. Очень интересная структура. Также данный токен был у нас залищен на бирже Binance. Вот он, да. Супер, супер фарм. И его очень даже круто разогнали. Сегодня 31 числа. В 12.00 у нас будет запущена уже платформа. И, собственно, сами вот эти NFT только внутри данной платформы superfarm.com. Давайте посмотрим с вами, как это все выглядит. Итак, Superfarm Genetis Drop Day 1 The Hype Lord. Вот так выглядит коллекционная карточка. Итак, день 1 включает в себя Bass The Hype Lord. Выйдет в прямой эфир в 12.00 вечера по восточному времени, исключительно на superfarm.com. Здесь у нас целый лор, целая история данного персонажа. Он был мега крутым певцом. Его все слушали. Он сделал из своего тела целый такой стадион. Большой, огромный динамик. Здесь прямо вот они целую такую историю здесь вложили. Итак, у него эмиссия у данной карточки самая обычная карточка. 600 эмиссий, как я понял. И шанс получения приоритета 10%. Повышение ставки 5%. Также вот редкий есть, да. Он имеет дефицит 100, 30% приоритета и 15% повышенной ставки. Эпический. Вот есть, да. Вот он. Имеет 50% дефицита, 50% шанса получения и повышенная ставка 25%. Опять же, начальная цена уже 850 супера. Это только начальная цена. У верхних других 425 и от нуля, да, соответственно. Сколько дадут, за столько и продадут. И вот легендарная, самая очень круто сделана карточка, да. Как мы раньше с вами все в детстве собирали наклейки или марки. Вот такое сейчас происходит в тематике NFT. 4250 супера. Это примерно сейчас около, ребята, 12 тысяч долларов. Обойдется вам вот такая одна карточка. Их всего лишь 10 будет, как я понял. И 90% приоритета, шанса получения именно этого приоритета. Повышенная ставка 40%. 40%. Такие, ребята, дела. Вот. Суперфарм. Будем смотреть, что с ней будет дальше. Мы ее купили не на большую сумму. С Коттоном примерно на 400 долларов. Она у нас лежит на метамаске. Будем с вами ждать и смотреть. Опять же, давайте по поводу техники и параметров. 4 доллара. 4,5 сегодня уже была цена. Кэп уже 400 миллионов долларов. И 1 миллиард эмиссии. Пока в циркулирующем у нас 100 миллионов. Давайте посмотрим с вами на технику. Пока здесь все хорошо. Цена у нас сегодня уже была 4,7 даже. Это, ребята, очень сильно. И давайте с вами дальше наблюдать, что же будет с данной монеткой. Пока видим ее вот так. Вот. Ничего особенного. Ждем ее на доллар 8, а то и 10 долларов. Пока еще все впереди. Здесь, в принципе, нечего сказать. Дальше. Еще один очень известный проект в тематике NFT Engine. У нас сделал такой пост в своем твиттере. Чтобы написать следующую главу истории NFT, нам нужен блокчейн, который не только решает проблемы, с которыми сталкиваются сегодня, но и открывает новые возможности для NFT завтра. Представляем вам Affinity, блокчейн нового поколения, созданный для NFT на Палькодот. Это Affinity. Вот, это официальная новость на блоге Engine, да, внутри сайта. И давайте посмотрим на данную монетку, на данный токен. Он, опять же, еще не вышел. Как я понял, это только разработка на основе Палькодота. Когда будет майонетка, когда будет тестирование и все. Вот это буду следить и вам это все показывать. Опять же, разузнаю, сделаю целый ролик про данный блокчейн. Скорее всего, это Affinity, это будущий токен этого блокчейна. Такие дела. Едем с вами дальше. Анкор также у нас не отстает. И у Анкора есть специальный ход Hydra Sting. Он способен изгибать воду в подобной кинжалоформу, нацеленную на своего противника. Следите за обновлениями в пятницу, 2 апреля, чтобы узнать о запуске Анкор в мире. Ребята, Polka Pets, вот, Polka Pets NFT, это целый проект, который на базе других проектов все внедряются и делают вот таких вот NFT персонажей. Давайте посмотрим, что это такое и с чем его едят. Итак, Анкор, Рабономикс и Кузама. Вот таких персонажей выпускают под NFT, под свои проекты, данные проекты. Анкор, вот этот персонаж, да. Вот у нас Рабономикс, вот такой персонаж. И вот у нас Кузама. Это у нас тоже монетка и их, по сути, NFT. Очень прикольно, очень... Как мне, все смахивает это на вселенную покемонов, ребята. И если я не ошибаюсь, очень похоже. Покемоны, дигимоны, все, что мы с вами смотрели в детстве. Сейчас уже будет, скорее всего, скоро еще сделают огромную такую игру, где можно будет брать все эти токены, управлять всеми этими персонажами и добывать их внутри одной вселенной. Очень круто сделано, очень, ребята, все стараются. Так, давайте с вами почитаем, что же такое PolkaPet. Это наш ответ на то, чтобы сделать блокчейн более интерактивным и интересным. Наша коллекционная карточная игра NFT, уникальные утилиты, скоро появятся уже в эфире. Вот, потому будем с вами следить. Вот у нас Рабономикс Network. 58 долларов он стоит и имеет очень малую капитализацию. Пока не будем с вами его смотреть, потому что нам это все пока не интересно. И монетку, которую я вам хотел сегодня показать как дополнение к нашей всей общей теме, это монетка ArpaChain. Очень круто выглядит. Вот, имеет всего лишь 134 миллиона капитализации и полтора миллиарда тотала. Опять же, не имеет максимальной эмиссии. Вот XSite. Это у нас вытеснительная сеть, сохраняющая конфиденциальность. Это, ребята, очень хороший проект. Мы с Шевчуком его заметили. Очень круто он смотрится технически. Давайте вам покажу. Вот так. Давайте посмотрим. Опять же, вот мы расторговались. Такой глобальный, шикарный треугольник с накоплением. Уже вышли. Думаю, что еще очень много данный проект может дать. Куда он идет? Давайте посмотрим. Как минимум, вот к данным цифрам. 0,3, 0,30. То есть 30 центов за одну монетку. Вот ваша первая цель, если вы будете ее сейчас покупать. Такие дела. Дальше. QLC Chain. Тоже на очень начальный проект. Проект даже еще не вышел никуда. Имеет очень маленький кэп. 27 миллионов долларов и 600 миллионов тотала. Опять же, максимальной эмиссии также не имеет. 0,11 он стоит. Давайте с вами посмотрим на технику данной монетки. Погнали. Я всегда буду вам оставлять вот такие проекты в конце любого ролика, чтобы вы могли присматриваться и решать, нужны они вам или нет. Это высокорисковые проекты, потому в них нужно ложить очень мало своих денег. 1-2% от вашего депозита. Давайте посмотрим. Здесь очень такая шикарная структура. Очень похожа на параболу. Давайте я вам ее нарисую. Вот мы отсюда вышли. Вот так мы пришли. И сейчас мы уже набираемся в сторону роста. Вот так. Потому что здесь была концепция перелома тренда. Мы закрепились уже выше. И вот только с вами вышли. Данная зона является максимальной зоной накопления. Вот мы вышли. И идем с вами уже дальше. Ближайшие цели здесь видны. Первая цель вот. Вот она здесь. Дальше перехай. И потом уже буллран. Вот и все. Потому кому нравятся данные технические, могу рассказать, куда он может прийти. Первая цель более глобальная. Секундочку. Давайте посмотрим, куда он может у нас прийти в плане зоны продавца. Это у нас и есть зона продавца. Вот. Это ваша первая цель. Зайдем сюда. Если пролетим абсолютно без каких-либо проблем. Вот так. Как-то, да. Закрепимся выше. Это шикарный буллран. Можно дальше ее покупать. Хороший проект. Опять же, его нужно изучать более фундаментально. Вот этот проект. У них есть интерактивная программа для разработчиков. Я пока его не изучал. Но мы с Шевчуком его приметили именно технически и в плане того, что он только в начале. Только такие проекты, покупая их в самом начале, пока в них никто не верит, вы сможете на них заработать. Само собой, покупая их уже вот здесь, да, как Беллу или как Фламинго, да, вот, вы уже очень мало заработаете. Вот, посмотрите. Мы покупали данный проект и здесь покупали, и здесь его покупали. А вот сейчас уже, да, вы будете покупать его на самых хаях. Потому зарабатывают те, которые верят в данный проект и проверяют его в самом начале. Самые большие иксы вы заработаете покупкой таких проектов в самом начале. Пока у них очень маленькая капитализация. Дальше. Белла Протокол. Постоянно о них говорим. Они ходят просто сумасшедшими цифрами. Посмотрите, как круто это все двигается. Просто шикарно от цикла к фазе. Вот, у нас первый диапазон. Перешли сюда. Второй диапазон. Опять же, идем в третий диапазон. Очень круто двигается Белла Протокол. Думаю, что перехай однозначно сделаем и на Фламинго, и на Белла Протокол. Все это связано с тем, что на эфире у нас очень большие издержки, очень большие комиссии. И газ стоит очень дорого. Что Фламинго, что Белла Протокол, эти излишки все убирают. Потому такие дела. Дальше. Что мы еще с вами сегодня посмотрим? Другие проекты в тематике NFT, конечно же. Итак, давайте топ-3 проекта сегодня еще посмотрим. И мой любимый проект Flow. Итак, поехали. Тета. Тета у нас держится. Топ-10 она держит по всем криптовалютам. И топ-1 в тематике NFT. Потому грех ее сегодня не посмотреть. Очень давно уже ее не смотрели. Опять же, сравнительно. Уже прошла целая неделя. Шикарный тренд. Нечего сказать. Давайте посмотрим более глобально. Здесь, в принципе, нечего сказать. Очень круто идет. Очень круто идет. Сейчас видим накопление. Вот такое, да. И пока держится. Пока биткоин будет расти. Она тоже будет расти. Вот так круто ее расторговывают здесь. И можно даже попробовать ее торгануть. Опять же, очень высоко. Я считаю, что с каждой новой точкой это накопление какого-то огромного шарта. И вы должны понимать, что чем более вертикальной идет монета, да, тем выше вероятность, что она будет падать. Потому что вы должны понимать. Вот вопрос ко всем. Когда будет падать рынок? Ребята, если все будут покупать, все будут покупать. Вы должны понимать, что на рынке всегда есть две силы. Есть покупатели и есть продавцы. И вы должны понять, что если будут все покупать, а продавать будут мало, рынок перейдет в такую фазу перекупленности. То есть, очень много денег занесли на рынок. А теперь смотрите. Нужно же вынимать деньги, чтобы что? Покупать продукты, машины, квартиры, тратить деньги на бизнесы. То есть, эти деньги кто-то должен вынимать. Потому, если будут одни покупатели доминировать, рано или поздно, вот этот вот баланс, если он будет в эту сторону, рано или поздно, он уйдет в эту. Вот и все. То есть, скоро мы придем к номинации продавцов. И тогда будут все фиксировать уже свои прибыли. И понятное дело, что не все смогут заработать, а вернее, меньшинство сможет заработать большинство денег. Вот так это работает. То есть, очень мало людей заработает большинство денег. И очень много людей заработает мало денег. Вот такая будет пропорция примерно на рынке. Это очень крутой проект, очень сильный проект. Его нужно прям накапливать. Если вы его накапливали с дна, держите его, потому что это ваши миллионы в будущем. Дальше. Опять же, что такое держать? До сентября минимум. Вот сентябрь, это лето. Это лето может нам еще очень много всего показать. Что у нас? Чилис. Да, ребята, очень круто он себя пока показывает. И скидочку дал 47%. И вот что-то уже очень похоже на вот такую вот концепцию роста. Ниже его не пускают. Огромный хайп создали вокруг данной монетки. Потому, думаю, что да, в принципе, уже он может скоро пойти. Не факт, не факт. Потому что по дуги коина мы уже такое видели. Его могут вот еще раз вот так слить пару раз, а потом уже пойти. Главное, чтобы мы вот в эту зону с вами не зашли. Не зайдем в эту зону, все будет, в принципе, хорошо. Это 70% слива, да, но в рамках этого роста это, ребята, ничего. Мы опять же, вот эта вот скользящая средняя 60-ая еле-еле догоняет нашу монетку. Опять же, это не очень хорошо, потому что с каждой фазой роста у нас скользящее все дальше и дальше от графика. И как-то нужно корректироваться, потому что рынок реально в перекупленности. Давайте с вами посмотрим на индикатор RSI на данной монетке. Ну да, само собой, видите, да, перекупленность сумасшедшая. 96, по индикатору 100 максимум, 96 мы зашли. Само собой, при такой концепции мы доходили на 88 и ловили огромную коррекцию. Сколько? 48%. Вот мы дошли к 96 и сразу же упали на вот столько, на 40 тоже 8%. Это потому абсолютно нормальная ситуация по поводу данной монетки. Дальше. И Engine. Engine Coin. Ребята, здесь то же самое. Она уже даже ушла. Она уже даже, ребята, ушла. Очень быстро ее здесь расторговали и она уже поднимается вверх. Нечего сказать. Шикарный bullrun. Очень сильное давление и движение. Samsung это их seed партнер. Думаю, что они очень много заинвестировали в данную технологию и в данную монету. Дальше. Flow обещал посмотреть. Ну, Flow такую скидку дал. Вот, ребята, не зашли мы в зону этого накопления. Даже оставили зазор. Кто не пожадничал и купил. Говорили, что, о боже, Flow был 40 долларов, упал к 25. Так покупайте, покупайте. Вот вам скидка. Сумасшедшая скидка. Сколько скидка была? Сколько? 40% скидки. Если вы бы купили бы и не жадничали и не боялись бы, вы бы заработали сколько? 50% уже вы бы заработали. Я остаюсь при своем. У меня мои монеты все куплены. У меня мои все портфели огромную прибыль дают. Давайте с вами посмотрим, сколько дают мои портфели. И портфели моих подписчиков также дают огромные прибыли. 5000 долларов было здесь инвестировано. Я уже заработал 20 тысяч долларов. Это общая ценность моего портфеля. Плюс, не считая еще других монет, которые у меня лежат на других биржах и на других портфелях. Я, в принципе, доволен. Такие дела. Я хочу в рынке, в высокорисковой рынке, инвестировать мало и вынимать много. Это вся концепция моей работы. Потому, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Присоединяйтесь к нашему криптокомьюнити. Вот, покупайте через наш сайт. По ссылкам в описании. Холодный кошелек Trezor. Это очень безопасное место для хранения ваших криптовалют. И возвращайте 15% от стоимости в резерв нашего комьюнити для розыгрышей и развития нашего комьюнити. Вам всем за это огромное спасибо. Скоро уже будем проводить розыгрыши бесплатных Trezor. И вступайте к нам в наши криптокомьюнити. Вот, по ссылкам в описании. Получите доступ. Получайте доступ к огромному сообществу трейдеров, которое обучается, которое я веду. И мы все идем с вами к совместным целям, к образовательным процессам и к нашим денежным, конечно же, целям. Потому, что все люди приходят и говорят, что они хотят обучиться. Но, в первую очередь, мы хотим с вами все зарабатывать. Потому, что я пытаюсь вас контролировать, вас вести и помогать вам зарабатывать огромные деньги. Это в моих интересах, потому, что вы все мои клиенты. А теперь смотрите. Самое интересное. Очень много людей меня спрашивают. Кирилл, а покажи, пожалуйста, нам портфели своих подписчиков. Вот один из портфелей, которые мы собрали для наших подписчиков. В плане чего? Так, что у нас? One Million Investing. Вот, мы собрали такие вот портфельчики. У нас их два. 100 монет и 30 монет. Мы также их зафиксируем скоро и будем набирать новые. Также каждый из вас сможет в этом поучаствовать. Опять же, не бдитесь, пожалуйста, на мошенников. Потому, что очень много мошенников развелось. Я никому в личку из вас не пишу. Не пишу абсолютно никому. Скоро буду фиксировать. У нас уже здесь, по сути, 5000 долларов цена этого портфеля. По сути, сколько? X2.5 этого портфеля. Сколько цена? 100 монеток мы закупали здесь. У нас цена данного портфельчика. Давайте посмотрим. 5500. 1255 мы вложили. 5500 уже можем вынять. По сути, это X5 к данному портфелю. Мы все эти портфели будем фиксировать частями аж до сентября месяца. И, наверное, в конце я вам покажу общий результат. Сколько было вложено, вы уже видите, да? И сколько будет выведено в конце данного цикла. Думаю, что где-то X8, X10 мы точно выимем и с моего портфеля, и с вот этих портфелей подписчиков. Все деньги я верну подписчикам, потому что это все мои очень хорошие ребята, которые со мной трейдят уже около двух лет. Вам желаю всем профита, ребята. Всем хорошего настроения. Вступайте к нам в наше крипто комьюнити и тоже будете получать вот такие вот плюшки от нас. Будете вместе с нами собирать портфели, вместе с нами вести, вместе с нами зарабатывать. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok